Привет друзья подписчики и привет всем кто смотрит мои видео. Вот нашел время и решил выставить тут мини отчет о машине которую пригнали из Америки. Многим будет интересно как у нас в Грузии восстанавливаются машины из США и с какой проблемой с трудностью мы столкнулись при финише восстановления машины. На данный момент этот машина выставлен на продажу в Грузии на рынке автопапа. Все ссылки будут в описании. Автомобиль Mazda CX5 2020 года по винкоду. По бирке 2019 года. Комплектация хорошая. По американским меркам Туринг. Вот винкод. Вот тут виндекодер. И можно проверить. Прочитать об машине почти всю информацию. Вот некоторые фотки которые дают представление в каком состоянии находилась машина при покупке на аукционе Копорта. Транспортировка машины заняла около три месяца и контейнер приехал по думе. Как только пригнали сразу было разобрано и снято поврежденные детали, чтобы определить в каком состоянии машина и планировать какие детали придется покупать. Найти и купить детали на любую машину в Грузии не представляет трудностей. Для этого существует БУ рынки. Разборки в любом городе. Но основные рынки Тбилиси. Можно посетить рынок или желанный деталь можно найти даже по интернету и заказать. Локации основных БУ рынков Тбилиси будет в конце видео и ссылку на основной сайт тоже оставлю, где можно найти нужные запчасти. По качеству и по цене детали разнообразные, начиная от оригиналов, снятия с машин доноров. Есть также детали тайские или китайские. Кому какое по карману и по желанию. Можно даже детали купить через интернет или посредников в Дубае. Я, например, для покупки деталей в Дубае использую сайт SSG Asia. Если разобраться в удобный сайт, выписать детали можно почти в любом стране. Доставлять купленные детали в Грузии очень просто, так как почтовый перевозчик через Дубай в Грузию находится в Дубае по соседству этой фирме. Если кому-то интересно и это видео наберет быстро 1000 лайков, я постараюсь сделать видео об этом сайте. Как зарегистрироваться, как подобрать нужные детали и так далее. Я не спец в этом деле, но кому-то, наверное, мой опыт пригодится. К счастью, никакой растяжки и серьезных сварочных операций не потребовалось при восстановлении машины. Также, после спорки, проверка на развал и геометрии показал, что все в отличном состоянии. Были куплены вот эти основные детали. Мелькие детали, типа молдинга и т.п. были заказаны и куплены в Дубае. Все детали из Дубая были доставлены с японскими штамбами и с высокими качествами. Покупка деталей, сборка, покраска и т.д. заняло около 2 месяца и потратили около 5000 долларов. Били, конечно, и проблемы. Первая серьезная проблема была в том, что двигатель не заводился. Пробовали много вариантов. С диагностическим сканером никак не получалось связываться с компьютером двигателя. Когда нажимали на старт кнопку, чтобы завести, машина просто молчала. Лампочки мигали и горели. Стрелки на приборной парапанели крутились при попытке завести. Двери открывались и закрывались. Было выдвинуто много версий. Первое о том, что мы думали, это была то, что проблема пока еще не в устраненных неполадках машины. Перечитал много форумов, где был разговор о том, что после аварии многие современные машины невозможно завести. Так как при ДТП в мозгу машины прописывается что-то. Или какой-то загадочный предохранитель перегорает. Или так как на моем машине не присутствовал левое зеркало заднего вида, может из-за этого блокируется машина. Да, есть некоторые модели машин, где после ДТП, если машина не заводится, вот такие моменты нужно иметь в виду. Установили все аэрбаки, установили левое зеркало. Все электрическое оборудование привели в порядке, но стартер все-таки молчал. Стартер просто не хотел крутить. Перегнали машину с помощью эвакуатора к одному электрику. Долго он ковырялся там и наконец-то остался. Сказал, не может найти причину и, наверное, придется машину перегнать в Тбилиси. К счастью, нашлось еще один электрик. Молодой парень. Сказал, давай пригоните машину и попробуем у меня в боксе. Пригнали машину с помощью эвакуатора и через 15 минут этот электрик машину завел. Причина была самая простая. При ударе вот тут эти реле получили повреждения. Электрик шательно проверил их, потом заменил и все. Первый электрик сказал, что тоже проверил эти реле, но черт его знает, друзья. Вот так все проблемы были уже решены. Били еще выполнены малярочные работы, хитчистка, полировка кузова, ну и все. Что еще тут рассказать? Если есть вопросы, пиши в комментариях. Если кому-то машина приглянулся, вот мой WhatsApp. С большой вероятностью эта машина уедет на реэкспорт. Хочу поблагодарить всем, кто смотрел видео и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok